То есть большое количество вопросов, в которых мы хотели разобраться, не делая вид, что этой темы не существует. Вот как раз Михаил Орский, писатель, бывший заключенный, человек, который в 9 лет в тюрьме провел, а мы вот с ним хотим это все... Сколько в тюрьме провел? 9, да. Более 9 лет. Более 9 лет, да. Причем там были не просто какие-то лайтовые тюрьмы, там были прям колонии строгого режима, уральские, все как надо. Человек, автор эпоса в целых. Ну и вот давайте Михаила Орского к нам в эфир выведем. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, Михаил, я представлю вас по полной. Писатель, автор романов «Путь русского гангстера», вы же 90-х, активный участник неформальных, неформальных, скажем так, движений 90-х годов, провел в тюрьмах больше 9 лет. Кажется, не соврал ни разу. Совершенно верно. Всегда бы так. Всегда бы такие гости. И вот хочется вас спросить, действительно, существует ли вот этот воровской мир, который живет теми же воровскими порядками вне пределов России? Вот эти пресловутые русские, украинские воры в законе, да, мы там из фильмов «Надерибасовская хорошая погода», может только помним, что они где-то были, они там где-то на Брайтон-Бич действительно обитали. На ваш взгляд, сейчас они существуют и могут ли они обладать какой-то властью? Вы знаете, вероятно, мне придется вас немного разочаровать. Дело в том, что уже около 7 лет я веду образ жизни добропорядочного пенсионера. Вы меня слышите? Да-да-да, хорошо вас слышим. Ага, а то вы у меня пропали. Ну ничего, да, главное, чтобы вы меня слышали. И я могу говорить словами классика только о раньшем времени. Воры – это действительно уникальное порождение советской власти, ибо возникли они около 100 лет назад как форма противостояния, как форма неприятия, проигравших гражданскую войну классов, как форма неприятия советской власти. И поэтому это совершенно уникальное явление, которого нет больше нигде в мире. Воров сейчас на весь мир, подчеркиваю, не на Россию, не на Украину, не на Советский Союз, на весь мир их сейчас всего 415 человек. Декларируется, что все воры – это одна семья. Естественно, у них нет национальности. Ну, так трактуется, но вы же понимаете, что реальность очень часто не отражает вот эти благие утверждения, благие намерения. Но декларируется, что это одна семья, что все воры – братья и воры – самые большие интернационалисты. У них нет национальности. А вот скажите тогда, как вообще в преступном мире тогда относятся к финансированию того или иного государства? Ну вот если верить материалу, который мы сейчас процитировали, Марк Голиотти его написал, человек, который изучал российский преступный мир и вроде как писал не одну книгу по этой теме. И вот он сделал статью для Экономиста, где пишет, что Кремль после начала войны якобы обязал зарубежную российскую мафию делиться прибылью. Но вот в целом в преступном мире к финансированию какого-либо государства, в частности, может быть, там, не знаю, агентов спецслужб, какое отношение? Слава богам, я не имею никакого отношения к международной мафии, ни тем более к Кремлю. Я хочу вам напомнить, что сотрудничество преступных организаций и власти имеет давнюю историю. Достаточно вспомнить о том, как была разгроблена Великая Армада с помощью английских люмпенов, английских заблудык и прочих люких людей. А наиболее известный из них Фрэнсис Дрейк, джентльмен удачи, пират, даже получил звание рыцаря, рыцарское достоинство из рук королевы. Мариэль, напомни мне, кто там из них? Руиза? Нет, Руиза, это француженка, австриячка. Ну, бог с ними, какая там была английская королева, то ли Мария, то ли Елизавета. Далее мы вспоминаем действия греческих разбойников в попытке графа Орлова захватить острова, и братья-славяне дешевнули, а единственной опорой для него оказались греческие разбойники, спустившиеся с гор. Я уж не говорю про пресловутую высадку союзников на Сицилии, которая оказалась абсолютно бескровной благодаря Лаке Лучано и прочим не менее достойным господам из Соединенных Штатов Америки. Нередко преступники решают судьбы целых государств. Я вам напоминаю, что независимая Грузия, демократическая, обязана своему существованию бывшему урке Джаби Асилиани, а не дал прийти ваххабитам к власти в Таджикистане отсидевший там чуть ли не 20 лет авторитет. Он не был вором, но он был авторитетом под клички Сангак. Сотрудничество или не сотрудничество преступного мира, и вот сейчас мы говорим конкретно о ворах с властью, привело к самому масштабному конфликту в истории нашего родного преступного мира. Я говорю о сучьей войне, которая возникла после возвращения воров-фронтовиков в лагеря и тюрьмы. А мы возвращаемся к нашему гостю, мы возвращаемся к Михаилу Орскому. Михаил, прости, технические проблемы нас с вами разлучили на короткое время. Я в доле, кстати, сказать. Да, Михаил, общак попилим как надо. Михаил, хотелось с вами еще обсудить такую тему. На войну, как сообщают нам разные СМИ, тянут людей из колонии в ЧВК Вагнера. Я понимаю, что вы говорите, что вы уже не при делах, но лет 10-20 назад зэк мог пойти на войну, и насколько это было бы осуждаемо, если бы реально война настала, и сказали бы, вот, иди и поддержи. Тогда это было нормально или это было тоже осуждаемо и непочетно совсем? Нужно разделять массу и воров. Для воров любое сотрудничество с властью неприемлемо. И именно после войны возникли претензии к тем ворам, кто взял в руки в оружие, кто выполнял команды, кто ходил строем и, возможно, даже там нацеплял погоны. Как известно, вор Черкасов стал трижды орденоносцем. Значит, а к обычной мафии какие претензии? Вот он афганец, вот он какой-нибудь бывший подводный пловец, вот он ветеран чеченской войны. Вы возьмите самых известных, условно говоря, упагешников, киллеров, Саша-солдат, Леша-солдат. Они все бывшие, как правильно сказать, сотрудники спецподразделений. Чего им там сидеть, задница проседать, казенный хлеб жрать? Конечно, люди рисковые, люди лихие, решили рискнуть, и они уже служили в армии. Они уже там, кто в чине лейтенанта, кто в чине капитана, с них не убудет. Поэтому осуждать их, если их кто-то осуждает, то ради богов, осуждайте их в других позициях. С позиции милосердия, человечества, вражды между братскими народами. Но не с той точки зрения, что они взяли в руки оружие. Значит, то, что они взрывали коммерсов, убивали своих конкурентов, они нередко и товарищи по бригадам, и при этом общались со старшими братьями и были рукопожаты. Да, киллерам всегда было такое не очень хорошее отношение со стороны рядовых бандитов. Но, тем не менее, они были рукопожаты. А сейчас пошли на войну, и вдруг там их пытаются объявить ледями, суками и так далее. Это в корне неправильно. Врать не надо. Осуждайте. Их нужно, если их осуждать, то осуждать с другой позиции. Но не с точки зрения понятий. Прогода от воров, что это за подло, не было. Да, вот вы упомянули момент осуждения. В частности, говорили, что преступный мир, он как бы такой интернациональный, без границ, насколько я понял. И вот, в частности, в статье, которую мы отсылаем, сказано, что из-за спецоперации представители украинского преступного мира перестали сотрудничать с российским преступным миром. Ну, вот первый вопрос, насколько, на ваш взгляд, это похоже на правду. Ну, опять же, опираясь на ваш опыт и знания. И насколько вообще выстроенные плотные связи были до этого между российским и украинским преступным миром? К сожалению, я ничего не могу вам сказать по этому поводу. А вот тогда и я свой последний вопрос задам. Право на него у меня есть. Человек по имени Евгений Пригожин. В 80-е годы провел в тюрьмах и занимался грабежом на улицах, занимался форточничеством. Ну, наверняка, вы тоже там более-менее читали его биографию. В принципе, это почетная биография по меркам тех, кто сидел вместе с ним. Потому что он любит выдавать себя, что я там в почете, я зэк такой авторитетный. Я ничего не знаю о реальной преступной биографии Евгения Пригожина. Я думаю, что, несмотря на ваше к нему личное, подозреваю глубоко отрицательное отношение, полагаю, что вы признаете, что это великолепный организатор. Что это человек, который знает среду, среди которой он вербует, скажем так, своих солдат. И, опять же, я не знаю, как у вас, я не специалист в военном деле, но если верить тому, что я смотрю на ютубе и так далее, у меня складывается впечатление, что основную тяжесть в военном конфликте несет на своих плечах именно ЧВХ Вагнер. А процентовку зэков и ветеранов, я не знаю, но у меня такое впечатление, что там процентов 80 из лагерей. Вот я звонил, например, мне звонили из Твери, чтобы вы представляли, как это выглядит. Лагерь, тысячи человек, заявление написали 300, то есть одна треть, взяли 100. И вот эти басни о том, что кого-то заставляют, еще что-то такое. Ну, смысл какой? Его заставили, он пошел и тут же попытался убежать. Нет, идут добровольные, идут в основном большесрочники или просто лихие люди. Мне тяжело на себя примерить их шкуру, потому что у меня было 2,5-2,5-4. И я бы, конечно, я не служил в армии, никогда не брал в руки огнестрельного оружия, а предпочитал холодное. Значит, и, скажем так, что мне там делать, мишенюшую работать? Ну, я не могу залезть, в мои времена потолок был пятнашка, либо пятнашка, либо расстрел. А сейчас там срока лепят, блин, сыпят, как дуракам макорки, 20 лет, 24 года. Конечно, приехал этот Привожин, сказал это, братва, и да, блин, сарынь на кичку. Ну, конечно, лихие люди, каждый надеется, что он выживет. И выживают же некоторые. Михаил, спасибо вам большое, что подключились. Михаил Орский был с нами на связи, писатель, бывший заключенный.